Продолжение следует... С целью у нас для него есть важная информация. Если это вы, я могу с вами подбеседовать. Если это не вы, тогда попрошу вас просто передать информацию, потому что у нас есть для него выгодное предложение для сотрудничества. Так, ну вы что хотите узнать? Я хочу узнать, вы б***ь, Максим Викторович, верно я вас понимаю? Допустим. Я так не могу, уважаемый, потому что, ну, если я точно не могу, не знаю, я не могу вам дать информацию личного характера данного человека. Хорошо. А вот смотрите, я скажу, например, что я этот человек и есть. Как вы сможете это проверить? Или я скажу, что я это не он? Как вы сможете это проверить по телефону? Ну, я могу посмотреть раннюю историю, конечно, чтобы проверить. Но я вижу, что вы уже ходили, да, представлялись как данный человек, поэтому я уточняю вас информацию. Так вы не ответили на вопрос. Ну, я в любом случае вашу должную информацию спросить, потому что вдруг взял телефон другой человек, а я буду тогда вашу информацию предоставлять другому. Сами понимаете? Конечно, понимаю. Ну, вот смотрите ситуацию. Взял трубку другой человек, не тот, которого вы ищете, и говорит, да, я это он. Как вы сможете это проверить? Или опровергнуть? Посмотрите, поскольку если диалог записывается, тогда данный человек несет ответственность у себя. То есть я задал вам конкретный вопрос, если вы говорите, что это вы, да, тогда уже, а на самом деле вы не являетесь данным человеком, то есть человек, получается, обманным путем хочет узнать вашу персональную информацию о том нарушении закона. Вот только так тогда. Вряд ли. Он же с вас не требует, чтобы вы ему что-то сказали. Вы же ему добровольно передаете, предоставляете информацию о том человеке, которого вы разыскиваете. Согласен, но он же также добровольно дает ложную информацию. Его на него ответственность тоже идет. Верно же? Ну, он же не знает. Вы звоните и спрашиваете. Иван Иванович, здравствуйте, это вы? Человек говорит, да, это я. И понеслась. Вот как вы можете этот момент проверить? Ну, в любом случае, диалоги записи, да, эту информацию о службе безопасности может проверить дополнительно. Ну, так вы сперва разгласите информацию третьим лицам, а уже потом, может быть, когда-нибудь служба безопасности будет чего-то там, какие-то телодвижения делать. Правильно? Правильно. То есть вы же... Ну, естественно, получается, да, конечно, хронология будет такая, потому что человек, как могут они проверить не постфактум, опять же. Я о том и говорю. То есть вы сообщите информацию третьему лицу, что делать, ну, наверное, нельзя. Если Максим Викторович, это вы, то я не сообщу эту информацию. Если вы другой человек, вы уточняете информацию, да, то есть... Я просто не понимаю, зачем третьему лицу такую информацию, да, уточнять? Вы, конечно, можете, это ваше право, но я так понимаю, скорее всего, это вы являетесь уважаемым. Ну, я не знаю. Третьи лица разные бывают. Кто-то с отклонениями, кто-то из любопытства, кто-то из каких-то, может быть, возможно, мошеннических мнений, суждений, побуждений. Разные люди бывают. Я поэтому и пытаюсь у вас узнать, как вы это можете подтвердить или опровергнуть, но вы как-то не уверены. Хорошо, давайте, так, уважаемый, я спрашиваю, ваш возраст, вы можете назвать? Возраст? А у мужчин возраст не спрашивают. Ну, это не любопытство. Ну, вдруг вы познакомиться хотите, вдруг вы из тех. Нет, я абсолютно нормально. Я же не могу по телефону этого узнать, понимаете? Вдруг вы ходите в гей-клуб, ну и так далее. Я же не знаю. Вдруг вы не ходите туда. Я точно так же не могу эту информацию проверить по телефону, так же, как и вы другую информацию. Мы можем все это сопоставить с верой, да, информацию по вашему возрасту, по месту вашей работы, если вы считаете нужным. Да я не считаю нужным. Вы мне звоните или я вам звоню? Мне вообще ничего не нужно, кроме мира во всем мире. Да нам тоже это нормальный, конструктивный диалог, поэтому просто вы немного затягиваете время. Я так понимаю, вам в ваших интересах это... Я же никуда не тороплюсь. Вы поймите. Я никуда не тороплюсь. Я понимаю вас. Ну, просто мое время регламентировано, я поэтому не могу, конечно, с вами поговорить, да, но не могу, знаете, я не могу дальше двигаться с вами в диалоге, если вы не признаете, что вы это вы или не вы это не вы. Да, просто вся бессмысленность ваших звонков такова, что вы не можете подтвердить или опровергнуть тот человек, Максим Явикторович, которого вы разыскиваете, или нет. Я скажу, да, я Максим Викторович, предоставляйте мне информацию. И вы ее предоставите. Ну, опять же, я... Тем самым, нарушив, ну, некоторые нормы, видимо, НПА. Я вспомнил, то есть, ну, к сожалению, диалог не конструктивный, я просто не могу. Вы, конечно, можете предполагать, да, предполагать разные варианты, но мне нужно конкретное подтверждение, либо опровергение. То есть вы не можете дать подтверждение, в первую очередь, для меня это... Хорошо, я подтверждаю. Я Максим Викторович. Фамилия ваша? Фамилия моя у вас есть. Ну, вы же читать... Да, да, да. Нет, да, хорошо. Максим Викторович, я тогда звоню вам по вопросу, что у вас текущая задолженность по договору сессии, согласно 382 статье ККС, вставляет на данный момент 11416 рублей 9 копеек, и она, сумма является у вас финальной, она уже не увеличивается, то есть она уже, как там, так заморожена. Я звоню вам, хотя бы уточнить ваше намерение, да, по этой ситуации. Я вижу, что... А это какой долг? Я прерву вас. Какой это долг? Это в каком банке я брал? Вы аккредитовались в ОТП банке. А когда? У вас, скорее всего, я вижу, это был кредит на оборудование, то есть, возможно, покупали телефон. Угу. Возможно... Да, покупал телефон. Да, то есть сумма основного долга у вас была изначально 8929 рублей. Вот. И так, да, из-за этого, то есть вы погашали, я так понимаю, у вас было 30 тысяч сумма кредита, вы погашали, это погасили. Да, да, да. Банк, соответственно, нам продал данный договор, получается. Дата продажи от 7 апреля, извините, от 21 июля прошлого года до 15-го. Понятно. А напомните, как вас зовут? Ну, как к вам обращаться можно? Меня Олег Юрьевич зовут. Как? Олег Юрьевич. Олег Юрьевич. Да, было дело. Было дело, брал я телефон и потом не платил, да. Просто в какой момент, если ситуация можно урегулировать, да, если в какой-то причине ваше лично меня платили, посчитали ненужным, да, что, например, тот банк, может быть, некорректно как-то нарушил свои условия договора, может быть, какая-то еще причина была, да? И вы остановились в процессе оплаты. В принципе, могу вам, ну, скажем так, предложение предоставить. То есть, если хотя бы какая-то минимальная сумма будет зачистена на этот счет, я могу ходатайствовать, чтобы тогда вот эта сумма была еще меньше. То есть, я вижу, что у вас есть проценты и комиссии, да, с которыми, скорее всего, вы были не согласны и принципиально они стали оплачивать. Я правильно понимаю? Да, 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 именно так. Олег Юрьевич, а еще могу я вас уточнить, какие данные у вас есть именно вот по адресу моей регистрации, потому что, я почему спрашиваю, потому что я ее поменял в конце того года, 15-го, и предоставлял вашим сотрудникам. Вот, они ее поменяли или нет? Какая у вас адрес? Да, я понял, я сейчас смотрю информацию, актуализация, вот, не могу назвать полностью, зовут только город и улица. Город и улица Владивостокская актуальная, вот, информация, верно? Ну, нет, что еще раз? Дом ***, квартира ***, верно? Нет, неверно, уже другая. Так, ну, улица Ленин, дом 1, квартира 3, город ***, верно? Да, это верно, просто мы там квартиру продали, ***, купили. Угу, угу. Хорошо, я вот вижу ранее, вы запрашивали документы, да, что мы действительно работаем легитимно и правомощно, что мы можем с... Да, Олег Юрьевич, я почему, я понял, я почему и спросил у вас адрес, потому что, возможно, документы приходили на старый мой адрес. Угу. Понимаете, что это дело? Скорее всего, да, я поэтому... Так, скажите, пожалуйста, могу ли я такой вопрос уточню еще задать? Если я сейчас, ну, отправлю запрос, что вам документы отправили на ваш новый адрес, обновленный, да, который вы купили квартиру, и продублирую их на электронную почту, вам такой вариант удобен будет? Ну, вы можете это сделать, да, но единственный моментик, что у меня электронная почта просто нет. Я интернетом очень редко пользуюсь. Ну, опять же, ваш прав, да, если бы, конечно, зарегистрировали, было бы, ну, скажем, вы могли бы хотя бы заочно их увидеть, а пока документы будут идти, тем более у вас, ну, скажем так, восточная сейчас Россия, с Москвой будет, ну, долго Почта России работать, считая, что сейчас будут праздники. Да. Хорошо, я, в принципе, вы, я так понимаю, адекватный человек, как я вижу, с идеологией с вами, то есть вы, в принципе, намеренно, ну, с данным вопросом решить, да? Да, конечно, конечно. В принципе, заинтересованность плату производить, ну, или, скажем, ну, решить вопрос юридически и грамотно, и, соответственно... Да, 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 все верно. Олег Юрьевич, а вы вот в кредит... Нет, ругаться не хочу, нет. Или там еще как-то... Нет, нет, скрываться, скрываться. А, скрываться? Нет, нет, я же звонил сам, вы можете по входящему все это пробить, и новый адрес называл. Олег Юрьевич, а вы давно вот в кредит, в кредит инкасса РУ работаете? Ну, я, уважаемый, не могу вам сказать. Ну, больше года или меньше года, примерно. Ну, не могу сказать, что Женя. Почему? Не могу, просто не имею права, это в моем регламенте прописано, я просто нарушу, скажем, требования. Могу, чтобы не получить взыскание. Хорошо, давно или недавно? Ну, здесь же нет каких-то временных рамок. Ну, я считаю, что достаточно давно. Достаточно давно? В моем личном восприятии, да. Да, 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 просто у каждого там два дня это уже давно, а для кого-то это недавно. Поэтому я и спрашиваю, без привязки. Ну, да, да, верно. Какому-либо временному пространству. Олег Юрьевич, значит, такая ситуация. Я никакой не Максим Викторович, которого вы ищете. Вы только что разгласили информацию третьему лицу. Я подтвердил, что я Максим Викторович, ну, потому что я подтвердил, что я Максим Викторович. Совершенно не имею никакого отношения я к этому человеку. И я думаю, что недолго вам осталось работать в кредит-инкассе РУ, если ваше руководство, запись разговора, эту прослушает. Что нам делать в этой ситуации? Ну, тогда будем уже разбираться. В любом случае, я, опять же, позначил диалога, ситуацию объяснил. Да, да, да. Если... Что делать? Что мне делать с этой записью разговора? Сделать все? Это ваше право. Ваше личное право. Ну, а что бы вы посоветовали? Как бы вы хотели, чтобы с этой записью... Я не могу вам пометовать. Вы взрослый человек. Я не знаю, как его зовут, но... Это напрямую вас касается? Я поэтому вас и спрашиваю, и сконсультируюсь. Ну, конечно, логично, конечно, мне бы было немоих интересов, конечно же, в любом случае. Я думаю... Ну, в любом случае, здесь от меня тоже не все зависит. Если на мои диалоги тоже могут быть слышны, да, опять же, со стороны моего начальства, поэтому... Да, я... Ваша инициатива, другая инициатива уже, ну, это уже может не повлиять на ситуацию. Угу. Да, да, да. Все верно. Поэтому, поэтому я с вами и советуюсь. Может быть, какие-то варианты есть? Может быть, их и нет, что мне сделать с этой записью. Да, Олег Юрьевич? Я вас понял. Я полностью доверяюсь вашему мышлению, вашему праву. Ну, это зря. Вы же меня не знаете, кто я, что я, поэтому... Я согласен, согласен. Ну, так в жизни бывает часто, что человек-человек не знает, там где-то, наверное, приходится доверять. Тем более по телефону, когда, ну, человек не видит другого человека. Да, так вот, поэтому и я бы хотел узнать, что бы вы хотели, чтобы я сделал с этой записью. То, что вы говорите, я полагаюсь, там, на ваше, там, какое-то, там, что-то мое, ну, это не ответ, согласитесь. Нет, ну, я, на самом деле, почему у меня ответ? На меня это ответ, и я не вправе, там, какой-то человеку, да, требовать от него какие-то что-то просить. Я сам самостоятельный взрослый, у меня... Нет, вы меня... Я не прошу, чтобы вы что-то просили. Я говорю, что бы вы хотели, чтобы я с ним сделал. Я же ответил на этот вопрос ранее. Я сказал, что мне, конечно, не интересует, да, чтобы он был как-то опубликован, да, если вы так пытаетесь говорить. Да, если вы на этом настаиваете, то есть вы немного так развернули диалог в эту сторону, чтобы признались, потом сказали, что это не я, и так далее. То есть, ну, конечно, тоже, все что угодно можно развернуть, но я в целом менее сказал. Спасибо вам за звонок, за общение, до свидания. Да, я вам не звонил, я вам не звонил, если что. Это спасибо вам за звонок. Всего доброго. Успехов, Олег Юрьевич. Субтитры сделал DimaTorzok